приветствую ну что ж начну с вопроса как вы считаете прообраз этого ножа то есть hinder xm 18 это толковый нож или нет это продуманный нож или нет он с обоснованными идеями конструктива или нет я дам вам некоторое время на то чтобы ответить на этот вопрос или уже написать комментарий начиная этот обзор с рассуждения следующего характера мы говорим про рез часто нажиманской среде и по сути что такое резать резать это воздействовать на тот или иной материал путем приложения давление руками на рукоять и рукоять через соответственно все что там в ноже есть передает это самое давление в область разрезаемого материала контакта с ним кромки и за счет уменьшения площади это давление очень сильно возрастает и дальше все это режется да я знаю что нельзя в так сказать определение использовать однокоренные с термином слова я знаю но и надеюсь мы друг друга помню так вот резаком мы называем тот нож который режет без особого приложения усилия за счет того что его собственный вес типа достаточен для того чтобы что-либо резать или то усилие которое нам надо приложить то давление которое надо развивать а ну минимально замечательно но следующая мысль заключается в следующем тогда самые резаки это что самые легкие и самые тоненькие маленькие легко тонко сведенные ножи ну просто общепринято считать не очень крупные легенькие ножики с тонкими сведениями резаками но из вышеперечисленного определения вообще-то получается что резаком является тяжелый нож с удобной рукояткой у которого внимание тонкое сведение а вот когда нож наоборот вот это уже парадоксальненько когда он уже с легкой рукояткой маленькой тоненькой толстенное сведение вот это уже ну хорошо теперь вернемся как с 18 сколько я не видел xm 18 их боя видел всего по моему парочку в жизни вот в основном я видел стандартную такой вот модель вот такого типа клинком что у хиндера всегда было хорошо ну сталь плюс минус материалы насколько я помню винты что было плохо ну как вам сказать вот сказать что это один из самых страшных ножей на мой взгляд что существует значит ничего не сказать я не знаю почему общая целостная картина мира когда я смотрю на боу и версию этого ножа у меня рушится то есть я в принципе не люблю боу и клинок но есть ножи которым он идет там те же баки некоторые а этот нож с боу и клинком смотрится так как будто его не аккуратно подолбала каким-то огромным маховиком или еще как-то это раз-два вот в живую я сейчас вам показываю ножи с выигрышного ракурса ну на мой взгляд а я сижу выше камеры где-то на полную голову то есть у меня глаза сантиметров на 30 выше наверно нет на 25 объективов и слушайте а вот смотришь вот отсюда вот так вот это слегка сверху на ножи и понимаешь что вот где-то есть огромная вот это вот рукоять еще на руку огромного дядьки в перчатках есть этот огрызок стали который намекает на то что ее взяли просто очень мало и потом еще неудачно с первого раза обработали остался вот такой огрызочек ну честно как-то странно ну окей о вкусах не спорят но это то что я не могу не сказать в начале обзора потому что я не могу отделаться от ощущения что и я думаю по этой причине с чего он будет зачем мы начинаем обзор вот это уже пять минут с этого китайцы сделали эту копию так поздно и сделали именно в том исполнении в котором сделали и так хиндереры это страшноватые толсто сведенные ножики которые неудобно резать несмотря на толстое сведение в достаточной мере потому что у них ухватистая крепкая крупная рукоять и определенная форма в которой режущая кромка прямой участок расположен под углом коси рукояти как на милитере и за счет этого когда ты прикладываешь усилия она не теряется при резе окей хорошо но именно из-за того что он не красавец китайцы так поздно принялись за это дело почему потому что но были другие ножи которые можно было прекрасно копировать и не копирует то что им больше нравится я уверен надеюсь что это именно поэтому но рынок есть рынок что у нас есть еще не освоенного хиндеры вот только вместо того чтобы повторять ошибку они сделали на мой взгляд значительно умнее восточные люди умеют не торопиться подумать и сделать во всем еще в том формате в котором я сталкивался и это очень круто потому что вместо того чтобы делать просто стопроцентную копию с той же самой философией они сделали ножи с тонким сведением с тонким сведением казалось бы что а то что они прекрасно понимают что большая часть ножей хиндера либо вообще не работает либо работает просто чтобы что-то порезать а не для того чтобы застрогать железную трубу в поле отсюда вывод да не нужно им такое толстое сведение от слова совсем если сделать такие же копии ножа которые люди пытаются регриндить чтобы сузить уменьшить сведение в залинзовать поменять клинок купить копию поменять клинок и прочее люди такие давайте просто сделаем тонкое сведение чтобы она сразу резала и еще надо сказать что они неприлично остро заточены ну то есть я это один из не частых случаев когда игру что до заводскую заточку можно вообще не трогать она вполне ничего вы наверно привыкли к тому что мои обзоры это не очень обзоры это просто мысли моё мнение и мой взгляд на ножи потому что посмотреть их со всех сторон да я вам покажу конечно посмотреть ттх где тут вот это почему здесь нет ттх где где да в описании к видео а где купить да в описании к видео у меня огромный за плечами преподавательский опыт огромный говоря ну треть жизни своей или там половина сознательной жизни поэтому честно я не могу отделаться от того что ну вот ты вот хочешь людям дать информацию то что можно только сказать ты говоришь а то что чек сам может посмотреть он пусть сам пожалуй посмотрит теперь давайте ближе к делу и так я не вижу большого смысла говорить долго и нудно о том на сколько клёво они сделаны какое качество какое это какое то но есть несколько элементов на которые я бы хотел обратить внимание все ножи абсолютно новые из своих сумочек в масле еще вот вот прям в масле все три экземпляра сейчас посмотрим и так клинок первого экземпляра пациенту по центру чуть-чуть какой то есть дефект при заточке именно на кончике я знаю какой либо его ткнули во что-то случайно либо что скорее всего ему просто сняли здесь заусенчик после заточки с кончика так бывает по гринду симметрично или нет меня интересует я не знаю выйдут у меня пальцы из кадра или нет до выйдут симметрично сведение очень тонкая на грани где-то вот 040 ну может даже меньше ну каленым штанги мерить не буду не тот случай у кончика не намного толще вот прям ненамного то есть это не тот случай каран точить прямо на два угла не не надо можно не заморачиваться точить все на один угол а прям ну неприлично остров завода прям неприлично остров финиш какой-то нормальный не завалено почти ну почти то есть они как-то научились с одной стороны вообще не делать микроподвод с другой стороны есть молодцы нормально дальше стоун лош хороший кроме вот этой надписи хиндерер больше никаких гравировок ничего нет фантастически точно и качественно сделано сатинирование фунь фурнитуры вот это просто просто молодцы супер он весь в масле но я прям чувствую сквозь масло что все насечки g10 и титан даже не скользкие вот масло сотрете и будет хорошо они сделали по богатому клипса переставляется я не знаю зачем они здесь отверстия стали но есть подозрение что для того чтобы люди сюда может быть что-нибудь кто хочет что-то навешивали как вариант не знаю но здесь есть отверстие она не сплошная кстати есть огромное количество всяких этих навесных сюда штуковин вот теперь посмотрим по механике но абсолютно новые заводской смазки при этом если я специально сейчас очень лениво нажимаю прям очень лениво нажимаю если нажимать лениво да он с таким хрустиком не едет но если нажать бодро флипует нормально замок в самом самом начале давайте попробуем аккуратно сложить нет замок не складывается сухарь есть торчит с запасом можно если что переподогнать плавник чуть-чуть островатый но фаски нет detent хороший теперь нет всего нет люфта в осевом нет на замке люфт какой-то минимальный есть скорее всего это шпинке об эту штуку долбаются так и есть вот микроскопический люфт вот вы видите да как я шатаю и все теперь что у нас здесь шарик скрипит шарик скрипит да неприятно еще одна не очень хорошая новость шарик встроен в титан они в сухарь с другой стороны сухарь здесь впрессован намертво поэтому все равно но при этом отверстие то сквозное шарик заменяется вообще на раз поэтому я считаю что с точки зрения ножа за те деньги которые он стоит здесь и по материалам весел толстая такой добротненькая такое чуть-чуть есть огрехи обработки внутренней части бонок но не катастрофично вот вообще придраться к ножу очень сложно а за свои деньги вообще хорошо меня по понятным причинам совершенно не устраивает клипса ну в плане того что и цвет вот это вот вот синий как-то вот такой вот китайский я не люблю и форму ее какая-то странная вот мне говорят что мои клипсы типа они ножам не подходят ну типа выглядит оно как-то странно а это что очень в стиле ножа и очень ему подходит наверное нет я окей я не спорю наверное боу и честно как-то даже в руки брать не хочется поэтому пробежимся по просто вот тем же самым параметрам которые пробежались где мы пробежались там ну тоже микроскопически при больших очень только каких-то тех самых ходит этот даже полегче а здесь я даже не могу здесь все согласовано лучше здесь я даже не могу лениво флипануть ну вот разве что вот а так хоть чуть-чуть нажимаешь на флиппер и все и сразу вылетает вот по сведению то же самое по заточке по остроте то же самое а здесь все то же самое я думаю вот здесь есть какой-то милипусечный люфтик в осевом нет не слышно но он есть при этом на замке он практически пропадает то есть замок все-таки поджимает нормально я думаю что здесь делал в небольшом повороте этого дела просто и все вот здесь тоже поскрипывает все новое все в масле здесь можно лениво но так сложно но можно но нет разработался но и плюс с люфтом небольшим поэтому он посвободнее других ходит прям вот что можно сказать кстати этот тест надо сделать и на остальных что можно сказать два момента завершающих данное видео первый это то что будем считать что этой версии не существует кому нравится просто закажите купите я я уже больше не могу смотреть я не выдержу еще несколько минут давайте финишироваться вот я я буду смотреть как-то мимо и так вот такой нож в отличие от многих других ножей за там типа эти деньги сформулируем так сопоставимые деньги он очень похож на универсальный нож потому что да он максимально много весит для универсального ножа который типа и dc то есть все таки 150-160 грамм это ощутимо но это нож у которого толстый титановый лайнер фрейм извиняюсь толстый клинок толстый гринд с точки зрения того что ну это не спуски от обуха да у него длинная такая плоскость клинка и это нож который с шайбовой механикой очень хороший нормальный адекватный флиппер это ремонтопригодный нож за счет конструкции это действительно достаточно крепкий выносливый универсальный при этом резак и вот это интересно и это кстати один из важных моментов которые я всегда обозначают один из ножей это тот самый вариант когда просто купил и пользуешься ничего не надо делать не перетачивать не доводить механику не перебирать ничего не надо делать до клипса ну мне не нравится внешне но она вполне функционально вполне но очень считаем не так как с хероном к надо там слегка хотя бы чуть-чуть допилить что было прям удобно пользоваться так неудобно пользоваться как минимум надо почти все разгибать вот и это действительно нож который не требует вложений вообще больше после его покупки и который будет очень долго радовать и который в случае чего можно ну перед при перетряхнуть и вернуть к жизни даже с повреждениями и прочим потому что он ну разумный единственная здесь недорогая на вид деталит шпенек все все остальные детали на вид очень хорошо сделаны обработаны и винты прям ну каждый отдельный отдельное произведение аккуратистского искусства прям здорово понятно что их делал скорее всего чипу станок токарный но это все равно очень круто и вердикт по этим ножом только один очень удачно они долго запрягали долго не выводили эту копию видимо они же к чему-то учились или к чему-то готовились помимо всего прочего потому что в целом но у них в основном все таки подшипниковые ножи а тут шайбы и у них все получилось на этом все до новых встреч в интернет эфире до свидания